Доктор технических наук седлов Главный конструктор Тамарин Бортовой врач, кандидат медицинских наук Акопян У подножия горы Казбек расположен межпланетный вокзал От него вверх по склону горы протянулась эстакада Взлетная полоса межпланетного корабля Луна-1 Старт с вершины Казбека, где давление воздуха почти вдвое ниже, чем в морском берегу Поможет преодолеть плотную земную атмосферу Утро 25 ноября В горах уже зима, ученые, конструкторы, строители, инженеры Журналисты, кинооператоры Родные друзья членов экипажа собрались на межпланетном вокзале Близится время старта Путешественники проходят в кабину Специальные скафандры с большим запасом воздуха позволят им высадиться на Луне Лишенные атмосфере Пригодятся они и в случае аварии Утечки воздуха из кабины В кабине космонавты прикрепляются ремнями к своеобразным лежакам Ровно в 10.00 старт Двигатели взлетной установки за 25 секунд промчали платформу с кораблем до вершины Оттуда освобожденный корабль летит, уже имея скорость 600 метров в секунду Только теперь, разгоняя корабль, заработал его основной двигатель А с земли за полетом начала следить специальная радиолокационная станция На протяжении всей трассы двигатели будут работать только около 10 минут В 10.07 Луна-1 достигла необходимой скорости И двигатель был выключен Начался полет по инерции В межпланетном полете исчезает вес Нарушается координация движений И если бы не предусмотрительность конструкторов Наши путешественники беспомощно болтались бы в воздухе К 12.00 корабль прошел 1.10 часть пути 39.000 километров Сквозь иллюминатор путешественники любуются родной землей Западное полушарие в тени А в Азии день Притяжение земли заставляет корабль двигаться по параболе Огибая земные шары, все время изменяя направление Скорость постепенно падает Штурман Соколов посовместит С турадист, картограф, астроном, метеоролог и кинооператор То и дело сверяет небесные карты и графики движения ракеты С показаниями приборов Внимание! Метеорит! Его направление и скорость заблаговременно отметили радиолокаторы Установленные на корпусе корабля Двигатели крыла автоматически получили электросигнал И изменили направление полета Ракеты в основном управляют автоматически Радиотехнические и электрические устройства Самый легкий находится на корабле Большинство же из них установлены на земле Образуя земную станцию управления Оператор земной станции управления следит за исправностью приборов И наблюдает за полетом ракеты Перед ним на огромном экране движется электрическая звездочка Идут вторые сутки полета Но в дальних космических просторах люди не чувствуют себя одиноко Радио и экран телевизора связывают их с землей Самочувствие экипажа отличное Но бортовой врач Акапян непрерывно следит за состоянием здоровья своих товарищей В случае надобности земные врачи могут помочь советам По отведенному для них радиоканалу врачи на земле наблюдают за путешественниками И получают сведения об их здоровье От маленьких электроприборов, прикрепленных внутри скафан Между тем корабль неуклонно движется вперед Одинаково неуязвимый как для жгучих солнечных лучей Так и для ледяного холода мирового пространства 27 ноября в 11 часов 12 минут Тамарин передал по радио Луна приближается с возрастающей скоростью Скоро начнем тормозить Повернемся к Луне кормой А потом включим двигатель, который погасит скорость Луна уже заняла полнеба Из-за отсутствия на ней атмосферы Резкость очертаний необычайна Профессоры штурм уже не отрываются от приборов О чем-то совещаются, чтобы не ошибиться в самый ответственный момент Акапян прильнул к иллюминатору Непривычное резкость очертаний сократила расстояние Кажется, уже давно пора начать торможение Нервы напряжены Ну, наконец-то Прерывисто заворчали боковые моторы Корабль поворачивается кормой к Луне Стоп! Через некоторое время заработал главный двигатель Падение замедлилось В 12.55 земное радио вновь передает сообщение с бортом межпланетного корабля Уже Луна! Еще несколько секунд и сядем! Профессор включает шасси! Ракета слегка наклонилась Одна нога шасси попала в углубление и застыла Двигатель затих Корабль сел на Луну Путешественники обнимаются Шутка сказать Люди впервые шагнули в космос Достигли Луны Приготовиться! А сейчас выйдем наружу! Расклицает Седов Откачав воздух из двойного шлюза Космонавты открывают наружный люк Выбрасывают лесенку Осторожно, нащупывая ступени Первым спускается Седов За ним все остальные Наконец, их ноги в металлических башмаках Коснулись поверхности Луны Кругом застывший пейзаж Немалейшей дымки Яркий свет и резкие тени Когда наблюдаешь Луну с Земли Видны светлые и темные пятна Правый глаз – море дождей Левый – море ясности Рот – море облаков Ракета совершила посадку в море дождей Это сухое море, как и предполагали ученые Оказалось обширной равниной Путешественники не пошли, а запрыгали Все движения, как при замедленной киносъемке Следы человеческих ног отпечатались в слое многовековой пыли Как саваном, покрывшей Луну Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова